Приветствую вас! Ну, смотрите, какая получается история. Вы говорите, что ваш парень сидел, вы познакомились с другим и начали с ним встречаться, все произошло быстро и снимительно, вот, и, соответственно, отношения у вас с другим мужчиной закончились, и вы все рассказали своему парню. Вот, у меня к вам вопрос, собственно, такого плана, а для чего вы рассказывали своему парню? Ну, вот, то, что вы встречались с другим, зачем вы это говорили? То есть, какова была цель рассказа? Ну, вот, грубо говоря, ваш мужчина, он мог бы, в общем-то, не узнать о том, что произошло, и вы жили бы хорошо, жили бы как жили, вот. А вы зачем-то рассказали, да? То есть, вот, какова была цель этого, на мой взгляд, не за всем понятно, и, на мой взгляд, это нужно выяснить обязательно, обязательно, обязательно это нужно выяснить, обязательно это нужно понять, потому что, ну, как я уже, значит, сказал, вам необходимо понять, значит, свои, ну, действия, то есть, вот, то почему и для чего вы так сделали, зачем вы так поступили, поступили, вот. Вот это вот основной момент, который, ну, наверное, вам стоит для себя выделить и определить. Вот. Следующий аспект, вы пишите, значит, вы пишите, так, он вроде бы и хочет быть со мной, но у него большая обида. А, да, у него большая обида, все так, но ему необходимо взять ответственность на себя за свою обиду, в том числе. То есть, ему необходимо поговорить с вами, ему необходимо выразить вам свои чувства, выразить вам свои эмоции, выразить вам, вам, значит, ну, свой негатив по этому поводу. Ну, по поводу того, что, по поводу того, что произошло, ему необходимо это сделать. Но тиранить вас, то есть, как бы, позволять, позволять ему действовать, ну, исходя из того, что произошло. Это недопустимо, недопустимо. Это недопустимо. То есть, тиранить ему позволять себя нельзя. Если вы это делаете, ну, значит, он чувствует, что вы виноваты. Если он чувствует, что вы виноваты, ну, значит, соответственно, он и будет себя так вести, потому что вы позволяет. Если смысл впечатлить выбор на шаг быть вместе. Только в том случае, если вы отдалитесь от своего мужчины, если вы отдалитесь от него, если вы отстранитесь от него, если вы скажете своё чёткое «нет», ему, да, вот, ну, просто это вы скажете, вот, своё чёткое «нет». ты не будешь себя так вести со мной, ты не будешь так поступать, ты не станешь действовать негативно. То есть, да, я виноватся, но давай это обсудим, как бы, и всё. Вот, в этом случае, да, имеет смысл. А во всех остальных, во всех остальных случаях, нет, не стоит. Не стоит, потому что это уже не отношения, а это уже вообще что-то совсем, 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 совсем другое, вот. И для вас это, ну, не будет чем-то, прям вот, знаете, таким, позитивным, я бы сказал. Вот, примерно, примерно так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаёте. Я понимаю, что этого немного, но и там ваш вопрос крайне небольшой. Вот, за более полной информацией вам можно обратиться в личку, где мы подробно исследуем всё, что вы, всё это с вами сейчас происходит, и выработаем единую стратегию вашего поведения, для того, чтобы привести ваши отношения с, ну, с мужчиной, да, с пальным. вы адекватный, ну, в адекватный вид, в адекватное состояние. Вот. С одним лишь, только условием, да, с одним лишь, только позицией, что, для этого нужно работать. Ну, только для этого нужно какие-то усилия в предприятии, в том числе и вам. Вот. Для того, чтобы ситуация нормализовалась. И одним из аспектов усилий будет заключаться именно в том, чтобы вы выяснили, почему же вы начали встречаться с другими мужчинами. То есть, вы вот сейчас пишите, что вы сожалеете, вы сейчас пишите, что вам жаль. Я понимаю, что вам жаль, я боюсь это прекрасно в этом отсчёт, что вам жаль, но и вы тоже поймите, поймите, пожалуйста, такой аспект, что просто жаль, да, вот просто жаль. Этого мало. Чтобы мало. Просто жаль, мало просто жаль. Нужно всё-таки, всё-таки, более серьёзное, чтобы, нужно, более серьёзное обоснование того, что вы сделали. Вот. А вот. Вот, в принципе, такая вот позиция, вот, такая вот, такой вот ответ. На этом все, в принципе, я надеюсь, что мой ответ все-таки вам немножко помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.